Всем привет! В этом ролике я покажу, как сделать высоковольтный DC-DC преобразователь с внушительными характеристиками, сделанным на доступных элементах. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Бывают случаи, когда нужно получить низкий вольтаж от высоковольтного источника постоянного напряжения. К примеру, батарея электровелосипеда, от которой нужно запитать 12-ти или 5-ти вольтовую нагрузку. Самый простой способ – использовать готовый модуль DC-DC преобразователя. Но он рассчитан до напряжения 60 вольт. Все, что выше, его убьет. Да и в целом к нему есть вопросы, но про это дальше. В общем, убираем модуль в сторону и делаем свой преобразователь, который будет иметь запас по напряжению. Микросхема SHIM будет TL494. Почему именно она? На самом деле сейчас существует много других микросхем, которые лучше справятся с данной задачей. Но вот купить их на наших рынках довольно сложно. Поэтому я буду делать конструкцию, которую можно собрать из доступных деталей. Давайте рассмотрим схему устройства. Элементов тут многовато, как для обыкновенного преобразователя. Но зато мы получаем контроль практически над каждым параметром. Это и частота, и ограничение тока, а также обратная связь. Это я рассказал в общих чертах. Теперь давайте конкретнее. Начнем с силового транзистора. В данном преобразователе можно использовать несколько разных вариантов. Самое простое – это биполярный PNP транзистор. Но в таком включении он будет греться, и не слабо. Отбрасываем его. Также можно применить P-канальный полевик и рулить затвором относительно земли. Но лучшим вариантом для этой схемы является установка N-канального полевика, который имеет лучшие характеристики по сравнению с P-канальным, а также он дешевле. Но не все так просто. Для управления полевиком ему в затвор относительно истока нужно подать напряжение выше примерно на 10-12 вольт. Тут есть два варианта – либо использовать TGR и рулить полевиком, либо взять специальный драйвер, у которого есть узел вольт-добавки. Остановимся на втором варианте. Работает он следующим образом. Когда ключ закрыт, ток начинает протекать через нагрузку, дроссель, диод. И получается, что в этой точке напряжение практически 0 вольт, плюс падение на диоде. Именно к этой точке подключен конденсатор, который заряжается относительно напряжения питания микросхемы. И когда нужно открыть транзистор, внутри срабатывает ключ и замыкает конденсатор на затвор. Так как в схеме установлен диод, то в обратную сторону ток не сможет протекать, и кондер будет поддерживать затвор. Следующий важный момент – это питание низковольтной части. Для упрощения я решил использовать связку стабилитронов и линейного стабилизатора. Такой вариант самый простой и доступный, но не самый лучший. Стабилитроны желательно брать 5-ваттные. Они более надежные и могут рассеять больше тепла. Касательно остальной силовой части, тут все стандартно, как для понижающего DC-DC преобразователя. Дроссель можно или изготовить самому, или взять готовый. Диод берем в максимально большом корпусе, для лучшего охлаждения. Второй же диод можно вообще не устанавливать, это просто защита от неправильной полярности. Тут есть несколько элементов, которые обозначены звездочкой, а значит их нужно рассчитать. В основном это делители напряжения, для установки выходного напряжения и тока. А также резистор нагрузки, который позволяет не срываться в релейный режим работы. Обратную связь тоже нужно подбирать опытным путем. Примерные номиналы элементов я указал на схеме. Для более тонкой подстройки напряжения, есть дополнительное место под многооборотный резистор. Теперь переходим к печатке. Она двухсторонняя, но на втором слое только перемычки, поэтому сделать в домашних условиях не составит труда. Также на ней много SMD компонентов. Это позволило повысить компактность, так как устройство должно располагаться на велосипеде, и чем меньше места будет занимать, тем лучше. По этой же причине конденсаторы будут располагаться горизонтально. Изготовление плат решил заказать в китайской компании PCBWay. Это один из крупнейших производителей плат в Китае. В ассортименте производства не только обыкновенных многослойных плат, а также гибких плат, возможен монтаж компонентов на плату. Так что можно заказывать печатки под ключ, и тем самым сокращая расходы на производство. Пайка не заняла много времени, но зато обнаружился косяк. Все из-за невнимательности. Я перепутал подключение силового диода. Но ничего, исправил перемычкой. А в архиве к проекту уже поправленная версия. Давайте займемся тестами. Конкурентом будет выступать все та же DCDC LM2596 с приставкой HV. Начнем с нагрузочных характеристик. Допустим, при 40 вольтах входного напряжения. Ток потребления 1,5 А. С помощью тепловизора оценим нагрев элементов. Больше всего нагревается диод. Плюс он тут в SMA корпусе, а значит отдача тепла хуже. Подключим вторую DCDC. Напряжение сразу ставим 50 вольт. Подождем некоторое время и тоже посмотрим нагрев. Как видим, ситуация повторяется. Самый греющийся элемент тот же диод. Значит в этом тесте победителя нету. Проверим, каким максимальным током можно нагрузить. LM2596 дотягивает до 3,3 А. А потом уходит в глухую защиту. С одной стороны это неплохо. Но с другой мы не имеем власти над управлением током. Самодельная же DC-шка после преодоления установленного порога начинает плавно сбрасывать напряжение и переходить в ограничение тока. Порог можно задавать соотношением резисторов. Если замкнуть на коротко выход, то ничего не будет. Просто ограничится ток. Следующий немаловажный тест это максимальное напряжение. 25-96 может работать практически до 60 вольт. Но у меня были случаи, когда она выходила из строя уже при 56. Поэтому особо гнать напряжение не буду. Вторая же DC-DC гораздо высоковольтная. С помощью последовательного соединения двух блоков питания получаем напряжение выше 80 вольт. И как видим она продолжает спокойно работать. А значит от 20 аккумуляторов 18650 можно смело включать. Теперь давайте оценим степень шума на выходе. Подключим осциллограф в режиме переменки и посмотрим. При отсутствующей нагрузке пульсации очень маленькие. При увеличении тока потребления пульсации растут, но незначительно. У LM же все хуже. Без нагрузки пульсации тоже небольшие. Но вот с ее увеличением начинают расти. А это уже плохо. Так как в целом данная DC-шка держалась довольно таки хорошо. Надеюсь моя разработка пригодится. Так как в последнее время растет спрос на электротранспорт. А значит и питать от него что-нибудь низковольтное тоже необходимо. Ну и на этом у меня все. Спасибо, что смотрите и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok